Участники автопробега Владивосток-Луганск добрались до Барнаула. Сегодня активистов встречают в Алтайском госуниверситете. Автопробег стал крупной всероссийской акцией по сбору гуманитарной помощи участникам СВО. Преподаватели и студенты вуза внесли свой вклад в общее дело. Тепловые пушки скоро отправятся к бойцам, а книги историков АГУ в библиотеку Луганской Народной Республики. Собрали для вашего груза определенную помощь. Товары, которые нужны больше для небоевых действий, а для того, чтобы облегчить быт нашим бойцам, которые в сложных климатических условиях воюют. Но я надеюсь, что груз дойдет. Сегодня в День российской науки в правительстве региона наградили ученых, которые достигли успеха в своей работе и в развитии края. Санкции, участие в специальной военной операции заставили экономику Алтайского края совершенно перестроиться на другой лад, провести глубокую модернизацию, реконструкцию своих производств, вопросы импортозамещения. И, конечно же, мы понимаем, что без науки, без научных разработок, без научных технологий мы, в принципе, этого сделать не смогли. А еще научное сообщество – это настоящее братство, признаются ученые. Елена Пшеничникова посвятила науке около 30 лет. Со студенческой скамьи чувствовала поддержку старших товарищей. Это действительно увлеченные люди, достойные наставники, учителя, преподаватели. И потом уже они как бы окружили тебя вот этим вниманием, каким-то заботой. Всегда приходили на помощь, помогали, подсказывали. Ну, с такими людьми работать очень интересно и захватывающе. Среди награжденных также Роман Жуковский. Сегодня в Институте архитектуры и дизайна при Политехе открылась его выставка. Здесь же в университете нам рассказали о цифровых технологиях, которые постепенно внедряют художники, дизайнеры, архитекторы. Это позволяет экспериментировать с академическим рисунком. Современный художник, современный дизайнер, архитектор. То есть он свои работы делает в цифре уже. Это не для участия, там возможности, есть определенные преимущества. Сегодня в День науки новые просторные лаборатории Политеха позволяют приглашать гостей. Всех желающих, кто возможно заразиться страстью к науке и творчеству. Посмотреть, как создаются скульптуры, рисуются плакаты и создаются бренды. Такой формат открытых уроков в УЗИ практикуют уже давно. И не только на факультете изобразительного искусства. Я считаю, самое главное качество ученого – это не только творить для себя или творить в каком-то узком коллективе. Все-таки, наверное, для ученого важной функцией является продвижение, пропаганда тех научных знаний, которыми он обладает. С тем, чтобы появлялись новые ученые, заинтересовывались, чтобы создавались коллективы. В сегодняшней обстановке труд ученых, в том числе алтайских, сложно переоценить. Ведь в ближайшие годы именно им придется оперативно отвечать на вызовы времени. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, Владислав Ковалев. День с толком. Спасибо. 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 Спасибо.